так ты выбрал самый лучший ёшкин ты кот а я я так штука это мамина есть что нам надо не хватает не хватает нам что там надо ложечка и ложечка все и можем стартовать есть это и другая кукла чел завелся оператор хватит дрессировать мою собаку люк вот что значит командир перестань ты коварно смеяться всем привет собаки тебя уже друзья всем привет с вами дескрип иван привет мои хорошие друзья кимарад джан всем шалом ты шо вас сегодня ждет еще но вы таки не поверите да блюдо родом из одессы мамы то ты шо шо за блины сегодня будут не блины аналистники елки-палки катюня вот такие пальчики называются это такое блюдо которое можно попробовать только в одессе от век на лодке не кататься нигде в мире так не умеют потому что шо потому что это такие наши блюда тем более марата мама такое ему готовила в детстве так что сделаем сегодня по марата маме мамочки крепкого здоровья чтобы ваши ручки не болели пеките детям ваши блинчики и будь счастье я тебе напомню я тебе напомню не рендануть а в склянку дать ты что не видишь одесситы на базе ай-яй-яй то не заделся родом песни так что петь ее не буду амфидию они дю эх ты марат ну шо чай попьем или сразу стартанем смотри вот я килограмм еще это за творог это же прелесть какая-то марат сегодня вот он пол пол одессы снимала как он творог дегустировал по рядам бегал выбирал лучший ребята жирный и сухой должен быть и обязательно с привоза шум все получилось так это тебе понадобится 100 грамм а это ровно 100 грамм изюма можно одинакового вида у нас было два починила творога да мы сегодня из килограмма творога готовим творога творога короче вот это вот сырного этого творожного продукта шоу вкусный так это пригодится это будет тебе ванильный сахар тоже тебе это мне слышь пошел по братски будет лица короче мука мне 350 грамм 50 грамм растительного литр молока здесь 950 потому что все остальное на глаз топленое масло чуть-чуть позже растопим крахмал столовая ложка обязательно говорят кукурузный таки у нас был кукурузный ложка чайная соли и столовая сахара все где дай за это подержаться 7 штук на тебе раз тебе мало бери мои и ай-ай-ай тоже мне давай вот так все по расписанию оператор снимай внимательно потому что этот рецепт ребята готовится не сложно и он вам таки надо по-любому один часы бьют два слава богу не глухой а шо просто красиво ну так если ты не сказала многие бы и так услышали три давай три потому что мне сема у тебя остальные правильно так раз два три четыре пять шо обляпался яйцо об яйцо только шоу так 33 марат даже если и много вот шо нам с ним одним делать на использую его я тебе помогу все два пакетика можешь туда ванили бахать слушай ну ты же не торопись марат надо чтобы не запутать аудиторию короче да сейчас сделаем жижу это именно права чтобы не запутать бульон мы же учимся елки-палки то есть параллельно на чем делать никто ничего не запомнит так 7 есть сюда литр молока подожди подожди столовая сахара 1 чайная соли и чайная соли есть такой и все и мешай даже не будешь доставать миксер зачем это шин хенд мэй ручная работа кстати ребята всех с праздником и для вас и стараемся так что лучший рецепт на ю тубе по-любому а все что касается родом из-за детства так это уже по умолчанию лучше 350 бери вашей люк мой хороший хочешь ложкой хочет так лучшей ложкой мой мальчик меньше убирать потом мальчик мой любимый мой хороший мальчик да мой любимый вам еще накладывать и накладывать да пусть кладет вообще никуда ты посмотри как он профессионально левой рукой отжигает так это же у него как правая у тебя еще пять минут и готова сип-сип не жадничай 313 333 ничего себе слушаю ё-моё то тебе анализы надо брать такой меткий 349 верни-ка грамм сюда ёшкин кот а ну попробуй чуть-чуть не она шедевр не человек засмеялась короче вводим потихонечку чтобы не было комочков но не всю вот так вот хлобысь я вот так вот почти всю а вот сюда марат джан чуть-чуть попозже добавил добра добавим крахмал на куда в оставшуюся муку зачем так надо чтобы блины были эластичные эластичные как думаешь маратик столовая ложечка прямо без шляпы домой как без шляпы но немножко без горки вот так вот без стога это называется как угодно но вот столько хватит вас пустые весы что-то весят все вводи ты как у тебя красивое тесто серёж так мой мальчик и все желатой а сейчас пойдет изюм пить мой любимый мальчик сейчас пойдет я и убивать так я у нас полная пачка вот это вот молока здесь 950 грамм так а теперь можно и молоко вводить держи тут в упаковке устроили нам задачу 950 грамм бахнули понял так что она должна быть жиденькая такое жидкая 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 так я вот эту вот полную пачку вкусно молока сделаю и даже кукурузой вот у тебя нос крахмал так и 50 грамм на глаз хватит мешайте пока ребят я в зоопарк ходит она жидкая такое такое ощущение что как будто бы и не для блинов какой-то ли мыть даже не лимонад как молочный называется лимонад коктейль сейчас делаем конечно же катя тебе пора переквалифицироваться уже чего точнее короче тебе пора уже с нами контракт расторгать многие такие хотят до идти в зоопарк работать ты уже снимаешь больше животных чем нас хотя для тебя наверное мы там все одинаковые так ну что масло и в принципе у нас уже все готово вот так вот 50 грамм все и мы готовы жарить один разочек смазать ее до слышишь так это из литра а я обычно из трех делаю вот такой же количество муки все только на 3 литра молока делаю с пропорциями у меня я на целый день пропадаю я утром начинаю и вечером поздно заканчиваю он просто любит жарить мара я люблю жаре да и дети любят блины так я тебе и света я тебе и мама короче все здесь готова чайник закипел вот таки да все давай отсюда выключил чайник закипела что-то выключил а шо надо было сделать залить катя газ это не костер его заливать не надо вон крутилка есть мяк и все и готова и раз нет ты имеешь ввиду чай не залил ну да потому что чашки не приготовила готов чашка я пока изюм сполосну сали хозяйка устроилась а я сейчас попьем все будет хорошо так маратик ложку побольше отставать стой 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 на весы сейчас сюда 250 бахнем так в одессе любят сладкое а ну попробую один изюмчик а лучше два темненькие и светленькие сладкие не так мы сейчас скажем здесь сахаром уже от 180 до 230 прямо как скорость в лексусе сладкий ты я не спрашиваю вкусный сладкий все же понимать сахар тогда давай не туда не сюда не не до 210 и не там и не сям сейчас будет и ванилька марат не дотянул 4 грамма ты после этого видео тебя аптека гаевского заберет так что эх ты нет не заберет слава богу остаешься короче 100 грамм сахара сюда ой сахара изюма бабах трах бах два ванильных пакетика сначала помешать без изюма марат втирай это должна быть вот такая себе жидковатая паста поэтому хуже не будет и весь этот сахарок все ты начинает нам все это измельчать перетирать а я ушел жарить блины уже так что на двух пойдем это нам понадобится сегодня обязательно казан без этого никуда да 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 у нас нет второй такой средней сковородки нету не приобрели сильно маленькая да а давай огромный слышишь мы такие стоящие здесь буду делать вот так вот чайник катюша что-то чаем не пахнет сейчас мы сделаем так что надо будет кисточка буквально один разок первый пошел второй пошел рад у вас так хорошо получается слышно если начинаешь потеть мы же не на улице то можешь и раздеться хоть у вас уже возраст и почтенный парад но получается у вас хорошо марат я думаю что если ты даже руками мял быстрее бы расставил сахар собак паста должна быть где ну как детская понял как творожки вот 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 такая вот серёж алисея там готова шо и у меня почти готовы так буквально по капельке чтобы размазать готова смог ай-яй-яй горячо то я забыл артурчик благодарочка за чайник конечно шедевр да слышите из такого чайника и без заварки кипяток ништяк получается ай-яй скоро буквально когда это то вот уже здесь и выходные заберем самовар ой а там еще василищ самовар пришлет пузатый какой-то куда шо куда нам да я сказал что знаю такого человека кто реставрирует а у меня как раз он завалялся у него есть один там здоровый ведер на пять на шесть а есть маленький пузатенький не совсем ему нужны а нам пригодится один дома поставим двое на улице будет блестеть так масло по чуть-чуть налили а ну где кисточка сковородочки прогрелись суши одни будут маленькие другие огромные до блинчики а мы кроме все на будем делить так что не переживай как делить один они будут вот такие другие будут вот такие но все это будет пальчики так один разочек смазали сковородку и хватит убери я даже туда как обычно а что с ними то я наполирую для тебя не переживай не переживай где поварюшка размер такой маратик все как ты любишь да все бабушки так делают и мамы будущие бабушки тоже так делают и девочки будущие мамы которые станут бабушками тоже так будут делать ну оператор шухер мухер первый блин какой ну это вот как это все все по технологии я масса чуть много бахнул так здесь немножко меньше все а ты тут что делаешь господи марат давай будем с двух рук стрелять короче на одной жаришь ты на другой я потому что надо вторая сковородка такая блинная так не умеет тебе на день рождения помощник а можно экстерном наперед уже можешь бегать а нам хватит на двоих да бенчика тебе тоже надо бенчика так тут надо расположиться это мы уже сюда будем готовы и вот это вот снимать этого болвана а вот сюда блинчики когда приготовятся нам сливочное масло понадобится мне сейчас блин и не будем смазывать потом уже в казанчик потому что раньше ты всегда смазывал кайт так я раньше и готовил по-другому это не так это совсем по-другому они еще потом будут в духовке на самом минимальном да 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 скажи не на столе так возле птиц посижу хотя бы не конечно не ревную ёлки-палки но ты вся в этих лохматых чудо ну а что они мне подоставляют удовольствие что здесь такое я люблю ты заведите отдельный канал животные из Одессы и все и снимай а это из-за нее все у нас не получается марат чтобы тут кто не видел первый я съем не давай а второй мама свет среди какие красивые марат главное чтобы они были тоненькие это еще пока не тоненькие я еще пока не пристрелился сейчас будет вот сейчас будет нормально вот по-любому тут вот увидишь пара начать уже это ж мое любимое марат лежать и ничего не делать так что секунда времени готова сейчас сначала сюда здесь они остынут потом будем вы стопочку первый мы попробуем куда ты собрался вот эти выкладывать это на пробу не понравилось смотри последний раз показываю так что тоненький был надо еще даже меньше чтобы максимально минимально все это тоже уже готов пусть охлаждается так как ты будешь их доводить еще в духовке потому что не дожаривать даже чуть-чуть не дожаривать еще меньше даже с этой сковородкой потяжелее потому что она понял какая нестандартная елки-палки для карася так ты оставь дырочки там да не надо они нам там дырочки эти все для этой но вот для маленькой надо вот столько вот даже вот так вот видишь нет а на эту надо именно полная сейчас мы пристрелиться вот сейчас по-любому я получил сейчас увидите все будет нормально ну давай уже блин пробовать на пробуй этот мне надо чего это как и катя тихо отойди ушла у меня там чай стоит марат будете пробовать пусть стоит я попозже молодец марат ты мой наш человек катюши ты можешь отсюда отойти конечно вы эти показательные выступления в своей жизни с блинами в одном грузинском ресторане подали блинчики тоже небольшие такие не пальчики но такие маленькие там внутри было лоббио вместе с ореховым вареньем может и даже море на ее очень вкусно и они перемешались по солью вот с лоббио с травкой вот это ой как это было вкусно никогда в жизни такого не ну вот один раз только ну ты запомнил рецепт блины а внутри лоббио делаешь и мы кстати с тобой не делали лоббио перетираешь фасольку фасолька да это самое вместе с травками с кинзой и там же ореховое варенье я знаю где взять армен джан подскажет все бесподобное туда блин получился вот это уже шедевр вот это уже пахнет керосином серёжа какой ты молодец очень вкусно слышь ты еще марата начинку не пробовала вообще ляжешь а что зашел такой блин же на запах пришел стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп а ну-ка мои любимые мама тебя ты что весь блин влупила конечно это был для детей или сей сделай маме нервы она только что тебя ограбила блинчик вот тот бери иди лисеюшка папе ничего не жалко для тебя ребята пальчики могут не получиться потому что у нас есть мальчики и девочки смотрите идите сюда вот вам один на двоих тогда им по блинчику по одному хотя бы да катя мне стыдно за тебя чего передай сестре ульянушка иди сюда передай сестре коты и собаки сбежались так не будет сегодня по рецепту блинов так этот остыл можем его вот сюда люк родники извини кури бамбук потом получишь вкусно вкусно мне тоже было очень вкусно вот это уже тоненький слушай то у ей же кимоно не такое тонкое ты посмотри ты посмотри а вот тон и а тут вообще такие хрустящие краешки серёжа были прям просто прелесть рукастый он у меня да марат золотой вы считаете да да не серебряный как это хоть не деревянный это уже не все то золото что блестит сереженька не конечно не деревянный все и этот готов все на досочку пусть они остывают а ну-ка я сейчас буду опять здесь приспосабливаться все равно не совсем то ну ладно все лучше все лучше и лучше так этот остыл сюда его тебе прям видно как он берется сереж снимаю снимаю сейчас я же не могу мне уже тут руки рассказал мне снимать они есть так снимать и не мешать а ты знаешь самое вкусное вот именно когда ты вот раз с пылу с жару взял скушал даже не слушает меня марат он занят катя я ушла обиделась надо было делать из трех литров потому что казан большой так у нас есть еще молоко из остальных двух ты сделаешь там не сережка я не умею все и здесь тоненькие тоже получается марат посреди этот остыл этот остыл а ты складывай большие в одно место маленькие в другое не хватает терпения серьезно это вам так кажется марат я могу сделать себе там 10 блинчиков у вас просто как это детей под боком много не большие сюда пойдут маленькие прямо на досочку так вот все катюнька сделай паузу дай быстренько сейчас дело пережарю и мы дальше вернемся и расскажем что почем монечка монечка ты тоже птичек смотришь мой хороший котик мой славный золотой мой мальчик мои ушки красивые тебе полизали их ты тоже мальчик ты тоже мальчик ты мой любимый да да ты мой рыжий ты мой люди красавица хватит на на 2 марат разводите следующий литр давай 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 так есть печаток печь сейчас тихо все пригодится так о а сколько ты говоришь в духовке они должны быть 50 минут это время на печем 130 правда пока пекутся еще на литре с печем все как ты любишь можешь и корову завести пусть молоко у нас не заканчивается будем только блины печь так это вот сюда это вот сюда ну короче сколько будет да вниз ноги на стопки а потом еще разделим на четыре получится 1 такая и все в казан нормалеус горячо так это уже не надо марат джам это убираем ну все сейчас надо что что люк а ну-ка чуть-чуть головочку вот так вот нам надо он сказал он сказал масло сливочное растопить скажи мишу смазывает шел прямо всю пачку или ночью или баллы половинку да давай пол пачки масло что хорошая свеженько то причем здесь это как причем то у них там другого не бывает масло-то староказачье а что смешно войне то сказал люблю тебя я знаю ты хоть не не что в чайнике вода осталась тишу очки помыть так поставить это правильно на водяной бане называется я понял серёжа я не против конечно куда это убрать просто то будет очень долго тихо рядом просто очень упрямый очень упрямо к не подумывает теплой сковородкой замечание сделаю так все вот тебе почти готова все она не жарится сейчас две секунды я ему не даю возможности жарится вот так вот сейчас перевернул и будет готова все вырубаю аж жареное масло уже не не в цене не полезно холестерин все ладно пусть тает значит а когда зачем им это масло сейчас смазывать будем так теперь что смотри сейчас мы вот эти вот пачку блинов тихо чтоб не бахнулась первая пачка с реки не эти хрустящие корочки у них так корочки то причем здесь как причем это очень вкусно секунд эластичный это благодаря крахмалу своей раз и не мнется кукурузному а ну-ка демой самый вот этот вот нож марат ты все там руки помыл у тебя готова сейчас начнем исполнять идите кота потрогать ох как красивенько прямо у тебя получилось сереженька какая прямо прелесть катя я сегодня не готов тебя такую воспринимать тогда говорит нормальным человеческим языком елки-палки ты шо а мне кажется у нее на самом деле она вот как кошка для нее люди это открывашки для консервы так и она нас с тобой не отличает от животных на староконку вывезти там вожу вожу ее елки-палки катюша сережа да хватит уже ну дай доготовить именно пальчики ну блинчики есть мы уже готовили на канале но хочется людям показать именно детские пальчики а ты такое ощущение как будто бы засланный казачок вот это бы тебя с другого с другого канала я заговариваюсь прислали чтоб ты нам порушила все блюдо а то ты не знаешь я вечно голодная пора бы тебе уже как это привыкнуть мне кажется что пора тебе уже перестать роль эту играть нормальный адекватный человек но ты когда вот это комментарии перечитаешь так начинаешь начинаешь сильно людям подыгрывать и уже как это что не здраво-то занадто что не нато то здравого поняла погнали крутить что она здраво-то занадто о маратик слышишь правильная консистенция на самом деле как детский творожок в магазине да так смотри ложечка мне ложечка тебе я все подготовил так топленое масло есть куда вот сюда или все кого помогать учись студент давай мы с начнем большие потому что у нас пальцы толще единственное что я не сделал два блина не оставил ну давай бахнем четвертинками днище-то усилить надо было так так еще лучше получиться они не сморщатся так делаешь не в этом нахлёстом пойдет я считаю там казане хотел кати первое другое блюдо приготовить ничего будет будут блины и шахплов это же у него так сынок смотри блин тебе блин мне и блин марату короче по братски свою эту стопку мы с тобой на двоих эту стопку марат сам смотри острием от тебя ложечку взял небольшую и вот так вот аккуратненько ее выложил маратик я тебе дал ложку не стесняйся нашел главное чтобы это все было тоненько вот так вот и тебе суп скотом смотри а теперь берешь вот так вот заворачиваешь один разочек ты не переворачиваешь сынок смотри а заворачиваешь берешь вот так вот отсюда ручки не бойся запачкать если боишься то сейчас пойдешь быстренько отсюда все вот так вот раз теперь смотри хвостик в серединку и вот дальше вот так вот заворачиваешь и получается ну почти как пальчик чем тоньше тем лучше и погнали вы выкладывать на дно один слой сделаем маслом сливочным топленым перемажем что садись двойка мой хороший смотри ты сделал то же самое а что же второй этот косырочку не сделал понял ты не вот так вот таким вот вот таким вот роллом тоненьким все так у тебя еще красивее чем училась посмотри посмотри как красиво ай-яй-яй нет и не ешь есть нельзя есть будем готовы да 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 это когда бабушка делала там вареники или пирожки с картошкой вот это вот жареная пюрешка боже мой и так вот по чуть-чуть по полу ложечки по ложечки сворачивай мы просили а что ж три внука елки-палки все бегают и печат хорошо плотненько элисейка плотненько о молодец так теперь хорошо нет 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 крути о хорошо плотно прижимаем молодец умничка не торопись маратик а я с тобой не соревнуюсь просто я хочу сделать их чтобы они были максимально тоненькие и соответствовали именно одесскому названию пальчики даже как это не марат у тебя именно листники родники это плохо это нехорошо смысле это толще чем у меня меньше творога они тоненькие должны быть малюсенькие да творожка меньше там немножечко ложечки да сыночек вот столько вот так вот ложечка мы ж не голубцы готовим приятно смотреть когда мужчины работают просто вот все один раз уголок уголок да сыночек и все а тут поплотнее вот так вот заворачивай сешка это сам вот у меня родники да и как у вас хорошо чисто вырегут и сразу же выкладываем вот сюда делаем первый первый слой ты шересейка порой готовить приятнее чем даже кушать а в моем случае так и есть готовить всегда приятнее не просто для себя еще и для людей чтобы люди кушали и ты видел в их глазах радость это самое лучшее может быть что происходить с человеком при приготовлении любого блюда давай развернем с тобой вот так вот здесь вот поплотнее вот тут тоже не стесняйся вот так вот хвостик этот брать и вот здесь вот смотри прямо придавливая пальчиками чтобы творожок никуда не девался и вот так вот плот не ты смотри до конца мне не надо чтобы ты понял и делать тоже самое вот ты можно считаешь что ты понял для себя прими решение понял ты не понял если не понял лучше задайте вопрос я Я тебе покажу правильно. Смотри. Все лучше и лучше. Скоро выйдем на уровень. А ну, Катюня, свой представь. Ох, ешкин. Ну, родил же пальцы, блин. А что? Боженька. Ну, хорошие. Хорошие. Так. Шо? Шо ты смеешься? Помощник? Ну, вот отдыхает ребенок. Ну, все, мы пили кофе, хорошо? Позовете? Обязательно позову вас кофе попить. И кофе, да, и все, что ты хочешь. Сказали, позовут. Марат, ну не надо кушать, Марат. Я палец облизал. И пальцы тем более облизывать не надо. Это она нам мстит. Мстят свою, короче, делает, да. Ты уже запретил сегодня прикасаться к еде. Всем причем. Не только мне, Марат. Только тебе. Да, конечно. А чем Марат лучше меня? А ты ведешь себя... Я не прикасался еще. Как? Это неконтролируемо, ешкин ты кот. Хочется сделать тебе приятно, а тебя несет и все. Я понял, что надо мне, как это, с собой поговорить и принять очень неприятное для себя решение. Да я не боюсь тебя. И запретить тебе. Могу сейчас взять... Я тебя и не пугаю, что ты вот это вот рассказываешь. Смотри. Старо-казачьим. О, такой уже прямо целый. Первый слой пошел. А? Вот так вот чисто смазал. Ельсейшка, вау, это будет после 50 минут в духовочке при температуре 130 градусов. Вот это будет вау. Вот это будет отвал башки. Все нормально на него тоже попадет. Запеканка в блинчиках, слышишь, Ельсейка? Ты любишь запеканку? Не очень. Плохо. Последний? Оператор, да. Смотри. Уровень, ешкин ты кот. Смотри, какие красивые я накатила. Вот эти два, три. Так как это? Золотые женские ручки, ешкин ты кот. Пальчики. Как Сережка хотел. Все. Чунь-чунь. О, почти как мой бач. Ну нет, твой толстый. Так что ты как это? Так, Марат, закладываем. Слушай, почти полный казан получился. Все, сейчас включаем духовку. Ребята, 130 градусов, минут на 50. Это будет таки праздник. Ты понимаешь, Катюшка? Профессионал. Можно кондитер. Это не я. Рано вы чай сделали. Так делают. Так мы уже выпили. Все детские женщины. А я с Маратом всего лишь повторяю. Вот это ваше хваление, это вот никому не нужно. Можем кондитерскую, Сережа, открывать. Катюша, ты можешь и открывать, и закрывать. Делай, что хочешь. Главное, чтобы ты лепить не переставала. Горбатого? Ай, Сережка. Любого. Все, намазали. Сколько тут у нас осталось? Три. И хватит. Раз. Два. И три. Так, где фольга? А, еще фольгой надо. А, чтоб ароматы никуда. А крышкой, нет? Можно и крышкой, но лучше фольгой. Все, увидимся через 50 минут. Заваривайте себе чай, а вам таки пригодится. Напомните еще раз людям, на какой температуре? 130, 50 минут. Я все сказал. С конвенцией? С коммерцией. Катюня, пусть спит. Ульяна, не буди ребенка. Ты такая черная балерина, мама дорогая. А ну, покажи, чему вас там на плавании учат? В каком плавании? Это танцы. Ну, а что там? Ладно. Да покажи чай-чай-чай-чай. Боже мой, боже мой. Чай-чай-чай. Чай-чай-чай. Вся в папу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Марат, Джан. Вся в маму. Вся в маму? Ладно. Вот так, когда ты говоришь точно, вся в маму. Да. А танцами ты вся в папу. Из тебя... Нет. Катюня, из тебя этот... Песок сыпется? Стружка уже сыпется, елки-палки. Шо это? Главное, чтоб из тебя ничего. Это твоего стула. О, понял, как я вам сажу? Та починим, не переживай. Шо, ребята, в 50 минут, ах, в духовочке прошло. Слышь, ну пока я не открыл, надо же подготовиться. Сереженька, а ты не мог взять побольше пиалочки, мой хороший? Мне кажется, что это маловатые. Как маловатые? Ну так маловатые. Марат, это тебе. Так, сметанка. Наверное, мне. Вкуснячая. Это вот тебе. Катюшка, это вот все тебе. Не захрюбись. А вот это вот родненькие. Это нам. Мне. Там многие спрашивали, какое самое любимое пиво в дрофе. Я определился. Да. Нюрхенская. Вот это Хеллис. Ребята, вы не понимаете, что это за вкус. Это просто шедевр какой-то. Ты посмотри. Та ни один узбек так кумыс не пил, как я это пиво люблю. Я тебе говорю. А вот теперь можем потихонечку и блинчики открыть. Марат, сделай ингаляцию. Это просто шедевр. Это просто. Ребята, мы пока ждали 50 минут, даром время не теряли. И еще с одного. Пекли блины. И не только пиво. Вот сейчас вся аудитория скажет, что ты именно чисто красиво такие умеешь обманывать. Посмотри, как Сережа работал. Мы напекли еще пачку блинов. Это конкретно чисто детям непосредственно и все. Ёлки-то. О! Что за язва, блин? Думал нормальная, Марат. Нельзя так, чтобы от нее так вот паранжой накрыться? Можно. Что ж нельзя? Дети, блины готовы, дети, кушайте. Знаете, тебе все можно, Сережа. Вот тебе и у. Ну, родненький, держи. Пальчик тебе. Ух ты, горячий какой. Да, да. А как, в пиво? В пиво? Нет, так как договаривались. В сметанку? Ну что? Попробуй. Я даже не знаю, что сказать. А я тоже. Это можно лупить, как семечки. Вкуснее не бывает. Да, немножко заморочились, немножко. Ну, что вы в самом деле, Марат? Долго закручивали. Катя помогала. Никому не рассказывать об этом. Я чисто на видео. Кусаю их, как додик. Потому что их хочется. Теперь я понимаю, почему ты настаивал на том, чтобы они были такие тоненькие. Почему, Марат? Потому что там нежные. Катюня, их не кусают, их отправляют. Ты понимаешь? Куда? В рот? Целиком вот так вот, да? Нет, со сгущенкой. Это не мое. Не ваше, да? Нет. А спивом попробуйте. Спивом точно мое. Попробуй, родненький, спивом. Сейчас вот так сделаю. Ужас. Цедило. Цедило, это будет когда с селедочкой попробуешь. Это та селедка, которую мы солили, мало солили. Катюня? Ой, нет, это какое-то извращение уже. Ты оставься в покое, это чисто по-одесски. А ты пробовал селедку со сладким чаем? Я не хочу. Попробуй. Попробуй. Я не хочу. Мой папа обожал селедку и сладкий чаем. Перестань говорить, кушай лучше. Боже мой. Извините, мои извращенцы. Редко с ним причем. Вы. Пока идет Дунайка, мы будем извращенцы. Будем жарить блины. Ребята, ее можно кушать совсем. Все, что у вас там есть, все туда отправляйте и будет вам счастье. По-любому. Блинчики, пальчики получились отменные. Селедка по умолчанию, это шедевр, само собой. Сгущенка, сметана, пиво. Обязательно. От всей души, с хорошим настроением, для вас сегодня споет оператор. Любовь, похожая на сон. Сердец, крустальный перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю. Сердец, крустальный перезвон. Ребята, пятьдесят минут. Твое волшебное люблю. Да. Я тихим эхом повторю. Я в глаза твои, как зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был. Сумраки ночей в судьбе моей. Всем пока-пока. Чао. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Будто солнца в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел. И ключи от счастья для меня нашел. Любовь похожая. Нет, дальше не надо, то у нас Галкин это бьет. Таки всем чао. Чао, дорогой. И никто тебе не нужен чао. Чао, дорогой. Не закончим. Елисей, иди кушай длины. Иди, я тебе налупил целую пачку с литра. Ты ж хотел? Макай в пиво и кушай. Шо? Ну что? Мамаша, вы шо? Куда угодно. Все? А ты... Ты хочешь? Ты шо, дикарь? Макнул. Стой, сынок. Высовывай иногда. Боже мой. У тебя капает, ешкин ты кот. Вкусно? Мама дорогая. Таилочку дать. Вкусно, Сережа. Все нормальные блины со сушенкой едят, а у нас сушенка с блинами. Ну ничего, дети, нам будьте здоровы. Пока, давай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.